МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно сказать, что может разрушить уважение? Или, другими словами, чего не делать, чтобы его не разрушить, и что делать, чтобы его восстанавливать? Уважение разрушает безответственность, когда человек не следует своим словам. Вчера мы говорили про обеты. Очень трудно уважать человека, который не следует своим словам, когда он говорит одно, а делает другое. Поэтому есть проблема в уважении, что разрушив уважение, восстановить его фактически невозможно. Уважение разрушается раз и навсегда. Если мы совершаем какое-то действие, которое к нам разрушает уважение, то все, восстановить невозможно. Представьте, что я сегодня бы на лекцию пьяный пришел. Такой день хороший. Вы бы смогли восстановить ко мне свое уважение? Никогда. Это, в принципе, было бы невозможно. Я же всего один раз, что вы приставили? Один раз же всего. Я бы говорил, я же всего один раз. Ну что, нельзя что ли один раз? Ну все. Бесполезно. Ничего бы я уже не смог сделать. Ничего. Культура учит нас тому, что уважение разрушается один раз и навсегда. Поэтому человек должен быть очень аккуратен. Поэтому мы говорили, что нужно следовать своим словам, держать обеты, очень внимательно относиться к тому, что мы говорим. Потому что если мы разрушаем уважение, жизнь нужно потратить, а может быть не одну, чтобы вернуть уважение. Это опасная вещь. Ну вот этим и создается, тем, что мы следуем своим словам. Мы смотрим, а на какого-то человека он о чем-то говорит. Он говорит, ну ладно, говори себе, говори. Мы смотрим через год, он опять о том же говорит. Ну ладно, говори себе, говори. Смотрим через 10 лет, он о том же говорит. Мы думаем, ну, наверное, это интересно в конце концов. Уже 10 лет человек, а в об одном и том же говорит. Если он еще так и живет, то мы начинаем доверять этому человеку. То есть, ну, когда человек следует своим словам, называется очара. Очара – это следование своим словам. Если человек следует своим словам, то его постепенно начинают уважать. Не сразу, не за один день. Это так же десятилетие. Но уважение приходит. А за уважением приходит и любовь. Причем это уже естественная любовь. Любовь не на основе вожделения. Но когда любовь приходит после вожделения, то это не любовь. Она так же быстро проходит, потому что уважения не было. Уважение – это фундамент. Уважение – это основа. Поэтому, если на любовь приходит после вожделения, то когда эта любовь уходит, ничего не остается. Пустота. Нет основы, на которой мы бы могли дальше общаться. То есть, не получается. Поэтому, действуя все время культурно, и помня, что уважение – это основа любых взаимоотношений, мы, в принципе, можем себя поддерживать в этом уважительном настроении. И к себе поддерживать уважение, и уважать других. Это то, чего нужно бояться. Бояться разрушить уважение. Потому что вернуть ни за какие деньги уже не вернешь. Никак. Поэтому будьте очень аккуратны. Не экспериментируйте с уважением. Иначе потом будет большое разочарование. Фактически может показаться, что жизнь потеряна. Человеку придется уезжать иногда из своей страны, из города, увольняться с работы. Потому что он просто уже все. Не может ничего сделать. Не может ничего вернуть. Есть точка невозвращения. Некоторые вещи невозможно восстановить. Не все можно восстановить. Уважение очень трудно восстановить. Поэтому с ним точно не экспериментируйте. С уважением никаких экспериментов.